В получасе езды от Углича Как практически и вся территория публического края, эта местность имеет богатую историю, уходящую вглубь столетий. Исконное название села – Рождественно-Накорожечне. Владельцами села были исключительно известные, знатные и родовитые люди – Салтыковы, Литвины-Масальские, Хованские, Вяземские, Апраксины. И в какой-то момент село стало называться Масальским по фамилии одного из своих владельцев. И вот в середине 18-го столетия взамен обветшавшего деревянного храма начинает строиться каменная церковь Рождества Христова с теплым пределом Рождества Богородицы. Несомненно, церковь строилась по проекту профессионального столичного архитектора, сочетавшего элементы барокко и раннего классицизма. Судя по сохранившимся описям имущества, облачения, книги, иконы, церковная утварь – все это имело исключительную художественную и материальную ценность. Время шло, в России произошла революция, но в отличие от многих других храмов, Масальская церковь не была закрыта и просуществовала в относительно хорошем состоянии до самой перестройки. Но на рубеже XX и XXI веков храм был неоднократно ограблен, осквернен, и только чудом были спасены уникальные старинные иконы, которые сейчас находятся на хранении в Угольческом Алексеевском женском монастыре. Былое великолепие еще угадывается в зияющем пустыми рамами иконостасе и чудом сохранившихся алтарных витражах. Возрождение храма началось уже в XX-х годах XXI века. Жителям села очень нужна церковь, но воссоздать красоту на свои средства им не под силу. Чтобы предотвратить дальнейшие протечки, в первую очередь необходима полная замена кровли и окон, и только тогда можно будет приступить к реставрации росписей и возвращению уцелевших святынь в храм. Поможем же возродить святыню, и да не оскудеет рука дающего. Музыка Семья 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 Продолжение следует...